Возьмешь белило, возьмешь жидкость, возьмешь белило, возьмешь синего, то есть ультрамарин и розовый и полностью избавишься от белого, полностью от белого, избавишься вот этим цветом, сиреневато-синим, полностью, полностью, весь холм. И где у нас оранжевые, и где у нас остальные. Вот такое примерно количество окраски. Хорошо? Давай. Я сбелил. Это ультрамарин. Да, все тот же ультрамарин, все тот же розовый. Наметим рисунок. Мы видим, чуть ниже середины проходит вот эта линия, да? Чуть ниже середины. Ее легко обнаружить, потому что она вся устремилась к середине. И, соответственно, где-то сюда ушла она. То есть это тоже довольно легко найти. Вот это расстояние поделить тоже легко. Сразу отсечем вот этот теневой кусок. Крупный мастихин быстро решает вопросы, когда есть уже мокрая среда. Вот он быстро порешал вопросы. Темный теневой кусок с этим навесом тоже наметим его. Маленьким мастихином очень удобно вырезать вот эту светлую полосятину. Она выше середины. Если это чуть ниже середины, она выше середины. Ну и мы примерно видим основные уклоны этой полосы. Мощный светлый кусок здесь. То есть, вот я буквально отсекаю, как скульптор, свет от тени. Свет. Ты видишь, теневой кусок. Я не попал. Теневой кусок. Отделяем от светового. Удобно и легко. От стекла. Здесь мы видим тоже светлый кусок. Здесь мы видим на бордюре светлый кусок. То есть, мы сразу отделяем свет от тени. Это не светлый кусок, это отражение светлых кусков. Поэтому их мы пока... А в целом это находится в тени. Поэтому оно пока для нас остается в тени. Теперь мы берем белило. Берем кадмий красный. Берем кадмий красный. И сначала свет, яркий, солнечный свет, кидаем с помощью красноты. Этой алой красноты кидаем свет раздавленной красочкой. Не густой краской, а раздавленной. Можно ступенчато для того, чтобы показать идею множества камней. Ну, что это каменная среда. Он сразу обозначивается внятно. Контраст. Можно сразу этот выразить, который там есть. Да? Ты видишь, краски я кладу столько, чтобы сверху потом можно было еще уточнительный слой положить. То есть я раздавливаю красочкой. Положила. С краснотой пришла и сюда. Не ищешь там отдельно цветик за цветиком, начинаешь укладывать. А вот так с краснотой внятно отделяешь свет от тени. Внятно отделяешь. Когда у тебя внятно отделится свет от тени, тебе будет удобно и понятно писать всю картину. Не отдельные ее части, а всю картину сразу. Свет. И тоже, ты видишь, а-ля каменная кладка. Укладываю краску. Причем, невзирая на цвет, с которыми я сталкиваюсь. Сначала вот этим цветом все упаковываю, где у нас светло. Где у нас солнечный свет лег. Здесь фрагмент солнечного света остался. Есть там такое, да? Разумный ход. Как по-твоему? То есть мы сразу отделяем свет от тени. Потом появится действие такого характера. Такого характера. И так далее. Давай. Вот это только не очень понятно, зачем так темно. Значит, теневые места недолюбливают густую краску. Поэтому сразу в этом ключе и действуем. То есть теневые места будут иметь недостаток теневой краски. Чуть-чуть подсунем идею отражений. Идея отражений прозвучит, если появится висячий характер отражений. Висячий характер. Вот такой висячий. В данном случае еще нет. С легкой кривинкой. И когда вот на этом появится обозначенность лежачей плоскости. Поэтому насаждаешь сюда тоже тоновые и цветовые. Тоновые и цветовые. А потом немножечко дадим вот эти звучания. А вот здесь какой приходит? Голубой приходит в картину. То есть к синему прибавится голубизна. Это разберемый? Да, да. Легкие проявления рисунка начинаем. Начинаем. Такие проявления рисунка начинаем. Смотри, прям по направлению движения крыши. Крыша сразу сформировалась. Такие нарядности начинаем. Вот такие нарядности. Начинаем цветнуть там, где требует света. Начинаем в теневое тоже вводить. Теневая не любит густую краску. Поэтому раздавливательно загоняем туда вещество. Хорошо? Давай так. Вот эти вещи. Все-все-все вещи. Все нюансики начинаем набирать. Все у нас по рисунку хорошо. Поэтому набираем с чистой совестью. Вот все, что попадает на глаза, все наполняем содержанием. Причем в теневых чуть меньше вещества. На цветах бьем густой краской. Хорошо? Белил себе, понадави. Вот эти уточнения можно сначала так сделать. Разделили свет и тень. Сейчас это начало съедаться. То есть поддерживать идею света и тени постоянно. Потому что это уже не свет. А должен быть светом. Расстояние поддерживать. Не может быть окно у самого угла. То есть быть бдительным к рисунку. То есть свет должен прозвучать внятно. То есть мы вначале создали прецедент разделения света и тени и его держать. Потому что без него не будет вот этого солнечного ура. Белила содержать на палитре. Тебе нужно много белил. Поэтому завести их на палитре. Может быть порядочек чуть-чуть создать. На палитре. Давай. В таком ключе. Коричневый голубой даст нам вот такую. Вот такой цвет, как мы видим на картине. Вот он. Вторичневый. С голубым. Тоже непонятно, почему-то до сих пор не уложила такое значимое пятно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Это не свет, это рефлексы от светлых отражателей на теневую часть А рефлекс слабее, чем прямое попадание света То есть все здесь чуть-чуть потише, чем на свету Вот это попало на свет, попало на свет Поэтому должно быть светлым А там, где не попало на свет, то и тональности, которую ты давала Я вот не поняла, в тени количество краски может чуть меньше То есть чтобы выразить идею освещенного, лучше положить густоту Прямо гнятную густоту Гнятную густоту Чтобы она даже разница ощущалась Тогда это прозвучит Вот это тоже попало на свет А это у тебя цвет и тональность теневой Поэтому упразднить такую активность их Это же тоже на свет попало, правда? Вот эту белизну подсунуть, чтобы все-таки эта светлая часть как-то прозвучала Чтобы все время удерживать разницу света и тени Вот он довольно фактурно кладет эту освещенную часть Смотри Вот прямо нарочито густит И оно сразу имеет звучание именно освещенного Мало того, что тонально оно как освещенное, но еще и густотой краски дополняет это содержание Понимаешь? В основном так Это не значит, что это только так Но в основном так Чтобы выразить свет, лучше поддать густоты Аж до такой степени поддать Звучит сразу, правда? Именно как свет звучит Вот здесь тенисто начинается Посмотри, как здесь внятно разница Тенистое, оно как бы меглистое Малоразличимое, да? А световое Вот такое напряженное Здесь тоже уголочек Я не знаю, что это Ну да, тоже тень А как это? Вот взять оттуда что-нибудь теневое И подсунуть И отчикать его густотой Давай, перечисляй все пятна Значит, ты поняла, что это освещенное Не вижу ничего Я уже глаза все перемешала Можно такие обобщения совершить вполне Возвращение Часто вот эти отражения, будучи мутными Выглядят более поэтично Если они мутны, они наоборот Поэтому Можно вот это настроение дать Ну, если хочешь вырисовать, ты можешь попробовать вырисовать Но ты, я смотрю, не очень торопишься и здесь вырисовать Поэтому ты просто не успеешь А так, если ты, допустим, вышел на пленэр И не успеваешь А у тебя же есть зато возможность Все, что в воде, превратить Вот в такое звучание Эффектное Вот в такое Вода поколеблена При том, что угадываются основные пятна Ну, здорово И быстро Что тоже, конечно, выгодно Потом на этот глянец Который Так ведет себя только вода Потом на этот глянец Можно дать Лужистые проявления Вот такие Лужистые Обобщающие и выстраивающие все В некую плоскость Смотри Лужистые проявления Которые дополняют идею плоскости Ну, вода Это всегда очень ровная плоскость Ровная, как стол Вкусненько И красивенько, да? То есть не... Я вот с этим думаю Он в тени стоит Но как-то Значит Не знаю Так Идею камень Длинной кладки Чуть-чуть выразить Чуть-чуть выразить Вот это тенистое Показать Выразить Тя? Быстро Более Как-то Выразить Идею кирпичиков выразить. Идею ухода плоскости туда, выразить чуть-чуть, здесь она, траектория ухода пошла по этой, то есть уходит в перспективу, пусть на короткой дистанции, но уходит внятно в перспективу. То есть здесь у нее наклон туда, да? Понятно, о чем я сказал? То ли труба, то ли еще что-то. Сначала положил красно-коричневый, потом прибавил зеленоватость, тоже красивый мотив произошел. То есть внутрь теневого пятна чуть какой-то рефлекс света. Несмотря на то, что это теневая и мы в теневой меньше краски используем, но это передний план и он очень фактурен своей кладкой. Поэтому мы здесь все-таки навязываем густую краску. Но когда речь идет о соседстве света и тени, таком внятном соседстве, стараемся, ну, передний план выявить можно густоту тоже. Так что, при том, что правило в том, чтобы была разница, но в данном случае мы это правило немножечко игнорируем. И вот эти разница, когда мы готовим, ну, клятвуюся кожу. Клятвуя. Да. Так, что мы так же хотим? Ну, клятву. Так. Так, вот так. Какая-то. Видишь, как он обогащает цветом эту местность, и так обогащает, и сяк. Ну, как она здесь, да? Насколько она теперь здесь? Ну, как она здесь? Ну, как она здесь? Ну, опять же, ты видишь, что по соседству свет. Я его тоже бомблю густой краской, чтобы было некое все-таки преимущество густоты у световой освещенной партии по отношению между собой. Ага. То есть он аж как бомблю густотой. В итоге они оба устраиваются. Вот так. 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 Здесь тоже можно объять. Край Усилить Внятность края Давай в таком ключе И вот это подробности Посмотри, как вот эта часть Вот эта вся часть Вкусна Мелкие детали Мелкие детали сначала Уложить кистью Уложить кистью А потом Чуть-чуть их может быть Попридавить Мастихином Чтобы характер укладки сохранить Мастихиновый Например Да? Чтобы именно мастихиновый характер укладки сохранить Они же продолжают Они же продолжают Траекторию ухода Ну если я что-нибудь Но они какие-то вот эти Больше акцию Почему-то Нет В целом Они повторяют Траекторию ухода Причем Вот по этой линии Да? Вот по этой линии Они продолжают Тректорию Сиреневинку Хочется Туда В тень Розовый И вот этот Синий Очень хочется Туда Тень Вот такой Серенинный Правда ведь? Ну и они же худые Они же уже в ракурсе каком Активном Необык уходить Пуходить Пуходить Особенно этот дальний, посмотри какой худой Субтитры создавал DimaTorzok Черноты хотят зайти синий с коричневым Смотри, прямо по траектории Не просто только так, а еще и по траектории А это сразу выражает идею лежачей плоскости Где-то камень дает сбой Свет заходит в эти щелистые проявления Тоже идею камня чуть-чуть насадить Такой вот доразмешанной краской Смотри, я уже здесь на ходу доразмешиваю ее Чтоб не полосатилось Хорошо? Угу Кисточку мне за 2000 Лучше типа, ну видно, что это конечно начинающий Понимаешь? Здесь это скрывается за мозаикой Мозаика сама по себе очень выигрышно смотрится За отсутствием точного рисунка Изяществ в рисунке То есть здесь все так На цвете, на густоте, на лепке Очень выгодный ход Я вот только потом поняла Ну я вижу сейчас Конец цвета, тень Что сам эффект этой картины Цвет и тень Ну само собой там красный Что вот эта внятная разница между ними Она создает праздник Да